Икея Здравствуйте! Видели распродажу, которую Икея устроила для своих сотрудников? Настоящих и бывших. Скоро и саму Икею придется распродать, причем по ценам гораздо ниже рыночной. За несколько десятков лет Икея столько всего понастроила, и производство, и торговые площади, и складские площади. Все у них есть. Кому же это добро достанется? Кому оно нужно-то? Есть такой предприниматель. Владимир Евтушенков. Ну как он, богатый предприниматель, олигарх, небедный человек. И есть у него компания АФК Система. Сейчас он говорит, он к ней вообще не причастен, она не его. Ну, чтобы вывести их под санкции. На него-то санкции уже наложили. А на АФК Систему, хотя, может, тоже уже наложили. Сейчас, кажется, на всю Россию санкции наложат. И вот эта вот АФК Система, это целая группа предприятий. Там только что нет. И вот эта компания глаз свой на Икею-то и положила. У компании АФК Системы есть компания Сегежа Групп, которая занимается добычей леса. Она вышла за последнее время на первое место. Лес куда-то девать надо. А тут Икея подвернется. Причем, как я уже говорил, по цене гораздо ниже рыночной. А уж Владимир Евтушенков, он в бизнесе давно. Он торговаться умеет. Напомню, поднялся, так сказать, на эти финансовые высоты. Он еще при Лужкове был такой мэр. 18 лет, кажется, был мэром Москвы. Он входил в ближайший круг Лужкова. Если вы знаете, у Лужкова была супруга, миллиардерша. Ну, ему как-то Лужкову не с руки быть миллиардером, а когда супруга талантливая, сразу талантливая стала. Как только стала супругой мэра, сразу стала талантливой. И сразу там миллион, миллион, и миллиард, миллиард, миллиард. Сейчас чуть-чуть, скажем так, ее чуть-чуть обезжирили, если так можно сказать, в финансовом плане. Вот Евтушенков, он как раз в этот ближайший круг входил. И, как поговаривают, как пишут в СМИ, все, что плохо лежит в Москве, он прибирал себе. Ну и раздавал тоже приближенным людям. Перепродавал выгодно. Знаете, есть такой бизнес, подешевле купить, подороже продать. Ну, какую-нибудь недвижимость. Это обычно называется еще рейдерство, но как бы вот и так можно назвать. Подешевле купил, такой с огромной скидкой, и подороже продал. Опыт у человека есть, а тут, можно сказать, все условия для этого есть. Все, Икея, сама Икея уходит, никто ее не выгоняет. Ну, допустим, купит АФК Икею. Ну, как бы, вроде бы и хорошо, останутся рабочие места, там люди будут работать. Но вот что интересно, на что стоит обратить внимание. Ведь, как я уже говорил, АФК-система, она много чем занимается. У нее есть вот лесодобыча или лесодобыча, как там правильно у профессионалов. А есть еще целостно-бумажные комбинаты. Допустим, в Сегежа. Вот в компании Сегежа и город Сегежа. И вот в 19-м году, ну, дело-то еще раньше, скорее всего, началось. Но в 19-м пошли такие статьи, что называли уже второй Чернобыль. И снег там грязный какой-то. И вода из крана чай лил. Ну, как чай? Не чай, конечно, цветы чая. Сегежа, конечно же, отрапортовала, что все в порядке. Мы провели все исследования, все в норме, все в порядке. Но только вот смотришь, а как-то на фотографии и снег какого-то цвета неестественного, и вода какая-то ненормальная. Там, конечно, начали в комментариях писать, что, ну, вы знаете, Сегежа с ее-то возможностями, учитывая, что это комбинат, ну, если не градообразующий, то, в общем, там, хорошо ладящий с местными властями, ну, там какие, понимаете, какие там объемы, с талантами Владимира Юфтушенкова любую экспертизу можно сделать. Вот так вот, скажем так, обтекаемо. И вот вроде бы там порядок уже наводят-наводят, но вот есть у нас партнера, это Экорейд. Вот мы у него информационные партнеры. И вот им приходят до сих пор какие-то жалобы от людей, что не так все там хорошо. К нам обращается большое количество заявителей по поводу этой компании. Естественно, она на слуху, наша российская компания, но вопросов к ней очень много. Сегежа с чем занимается? Она занимается вырубкой леса, причем не где-то, а на Байкале. Наша природная жемчужина фактически вырубается вот этой вот компанией по производству древесины. Мало того, что они этот лес рубят, причем рубят очень высокими темпами. Я уж не знаю, успевают ли они заниматься лесовосстановлением и заново высаживать деревья, которые вырубают. Но суть в том, что они реально какими-то такими баснословыми темпами занимаются вырубкой леса, это факт. Но жители еще и беспокоят не только вырубка, но и процесс переработки этой древесины. Ведь мы подготовились, мы посмотрели, какая есть информация в открытых источниках и увидели, что действительно есть нарушения, есть серьезные прецеденты, когда у них случались какие-то внештатные аварийные ситуации, когда там были мертвые птицы, был окрашенный снег вокруг предприятия, еще что-то. Вопросов огромное множество к этой компании. И сейчас мы на основании вот этих вот поступивших к нам жалоб готовим выездную инспекцию. Мы поедем, мы будем проверять, мы будем разбираться, что это за компания, кто за ней стоит, чем она занимается. И самое главное, как она ведет свою деятельность и соблюдает ли она экологическое законодательство. Вот самый главный посыл нашей поездки. Так что вот видите, вот вроде бы компаники в Швейцарии много денег вкладывали, вложили, все, вот кому-то передадут, кому-то повезет. Может быть, Владимиру Евтушенкову. Вот с его талантами вести бизнес, еще с 90-х, который начался, я боюсь представить, во что это может превратиться, какие там условия работы будут. Когда в городе Сегежа, Сегежа Групп, в городе Сегежа, Сегежа Групп, вот такой второй Чернобыль, как пишут в СМИ, устраивает. Ну, то может и не нужна такая работа, то может как-то надо пересмотреть подходы к работе. Допустим, есть еще один горе-добытчик леса, это Евгений Пруидзе. Евгений Пруидзе также еще совладелец селингинского целлулоза-картонного комбината. И вот в апреле, 17 апреля вот этого года, 22-го, там случилась трагедия. Пять человек погибли. Просто в один вечер пять человек в одном месте, один за одним. Там люди работали в определенном помещении, был вброс газов, потеряли сознание. Кто-то спустился посмотреть, как они тоже потеряли сознание. И так пять человек. Они заходили туда без специальных масок. Почему я тут Евгения Пруидзе привожу в пример? Он, конечно же, не Евгений Пруидзе, там совсем другие масштабы. Но человек, как говорят в СМИ, с ним связан. Во-первых, это один и тот же бизнес, смежный. Когда-то у этого селингинского целлоза-картонного комбината, которым сейчас руководит Евгений Пруидзе, часть его принадлежала Алексею Панчину. Сейчас Алексей Панчин работает на Сегежу групп, которая связана с СФК. То есть, там связь есть. И в СМИ их тоже связывают. То есть, это, конечно, фигуры масштаба финансового. Разные, конечно, по объёму. Но, боюсь, что подход к бизнесу один и тот же. Вот тут в Сегеже людей травят. Если верить СМИ, если верить этим фотографиям, явно, что снег – это неестественного оттенка. А тут пять человек погибают просто так в один вечер, потому что, как говорят рабочие, экономят на технике безопасности. Это довольно громкая история, которая просто показывает то, как предприятие занимается соблюдением технологий, в том числе технологии безопасности. И вот этот случай, который, к счастью, стал извинен и прогремел на всю страну, как раз позволяет нам задуматься о том, как в отраслях предприятия даботятся о своих сотрудниках, об экологии, об окружающем мире, как они борются с выбросами. Всё это надо проверять. Всё это под предыдущим вниманием нашей вырезной инспекции. Там привлекли директора этого предприятия, Селингинского, Лилию Дееву. Но людей-то не вернёшь уже, понимаете? Вот. И вот этот подход пугает. А сейчас Евгений Пруидзо зачищает информационное поле. А вы знаете, для чего зачищают информационное поле обычно? Когда готовятся к какому-то новому шагу в своей жизни. Бизнес-шагу, я имею в виду. К какому-то, может, назначению или, может, покупке бизнеса. Но Евгений Пруидзо, он не чиновник, вроде как, да? Вот. Может быть, какой-то новый бизнес-план у него есть. И вот, чтобы хороший имидж создать, он вот эту площадку меди, он зачищает. И тут вопрос-то вот такой напрашивается сам собой. А не будет ли Евгений Пруидзо со своими уже талантами заправлять тем, чем будет Икея? Ну, уже вот если Владимир Евтушенков это всё приобретёт вместе с АФК, система, к которой он отношения не имеет, не будет, не сольются ли они? Не будет ли он, ну, неким таким менеджером, вот, Икея сия Руси, будущее Икеи, то, что от Икеи останется, то, чем Икея будет? И вот тогда не совсем страшно представить, что может быть, когда вот в масштабах всей страны, ведь Икея – это сотни магазинов, это сотни площадок, это тысячи рабочих мест. И вот как с таким подходом? Тут, конечно, другие подходы нужны. И сейчас нам эти подходы, ой, как понадобятся, чтобы определённым предпринимателям-бизнесменам, таким, как Евгений Пруидзо, прям вот под страхом наказания, показали, как нужно работать, какие условия нужно создавать для людей, чтобы они не гибли по пять человек в один вечер. И как соблюдать законодательство. И экологическое, и трудовое. Распродажа для сотрудников уже прошла, сейчас будет распродажа самого Икея. Кому достанется добро-то такое, и что потом из этого выйдет? Тысяча рабочих мест. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова